Прием у социолога. Вернулся из заграничной командировки социолог. Приехал радостно возбужденный. Привез кучу подарков. Забавных матрешек. Банку икры, бутылку водки и норковую шубу супруги. «Мы тут голову морочим себе и людям», — сказал он на аэродроме, встречавшим его сотруднику и мыслителю. «Они там давно все эти проблемы решили наилучшим образом». Вечером был прием. Пришли претендент, сотрудник, инструктор, мыслитель, некто, карьерист, ученый, кис, неврастенник, сослуживец и раскритикованный молодой автор, оказавшийся аспирантом супруги. После того, как все наелись, напились, выговорились и пересмотрели прекрасные альбомы, социолог произнес речь. «Я потрясен видимым», — сказал он дрожащим от искренности голосом. Живут они, как в сказке. Их мудрое руководство проводит единственно правильную и дальновидную внешнюю и внутреннюю политику. Искусство и науки процветают. Все прекрасно одеты. Продуктов питания изобилие. Никаких квартирных проблем. Все злобные слухи о них — суть клевета. Недостатки, конечно, есть, но отдельные, и они тут же преодолеваются. И недовольные, конечно, есть. А где их нет? Особенно среди интеллигенции. Эти ведь всегда недовольны, хотя сами не знают чем. Но недовольных невероятно мало. Единицы. Причем и они быстро исправляются или излечиваются. Все слушали речь социолога, разинув от удивления и восторга рты. «Вот с кого нам надо брать пример», — сказал претендент. Мыслитель предложил поднять тост за то, чтобы Ибанск последовал этому примеру. И все дружно его поддержали.